МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программы новин Регионов, студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядите вы в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капрамонт, якому не рады. К чему жихари относятся шмат поверховок Могилёва шкадують пасля проведенного ремонта пабылому. Могилёвская фанфара, разностайность стыляв и жанров адмастаков и скульпторов Могилёвщины у материалі наших корреспондэнтав. Новый жихар у нашым зоопарку, якая червонокнижная птушка трымала прописку у Могилёвским зоосаде. Глядите у рубрицы на уласные очи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 из 12 показчиков социально-экономичного развития Бабруйск выканула по выниках пятигодки. Стануча спрацевала промысловость. У экономику города на Березине притягнута 125 миллионов замежных инвестиций. Амалю двоя вырос за этот период розничный товарооборот. Амаль на тратину подросла реальная заработная плата. Разом с тем депутаты Гарсавета Бабруйска уповнены, что надалей треба реализовывать могутный потенциал города. До послух мянулой пятигодки относят масштабную модернизацию Белшины, завода КПД, Фондока, мясокомбината, предприемства Бабруйск-молоко. За пять год Бабруйск отрымал новую залу тяжкой атлетики для юных олимпийцев, футбольную и пляцовку для воркаута. Стадион имя Прокопенки и залу боротьбы. А ясчэ проведена реконструкция родильного дома. Закупленный великий объём сучасного медобстанавания. Продолжительность жизни увеличилась за эти пять лет с 69,8 года в 2011 году до 73,7 года в 2015. За пять лет, естественно, прирост населения составил 472 человека. На посаджении Совета депутатов Бабруйск расставил приоритеты на ближайший час. Без малых 40 миллионов долларов накеровать на инновацию и модернизацию. Гэта дозволит створать новые працовные места, повеличить экспорт товаров и послуг, у тымлику и за кошт новых рынков сбыту, глобальных и локальных. Разом с измацнением позиций на традиционных рынках сбыту, Бабруйск мае намер развивать односиный с краинами дальней дуги и ЕС. Без экономического развития нашего города мы не будем иметь то, что мы хотим. То, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством, с ремонтом дорог и так далее. Это налоги, это наши деньги, которые, безусловно, будут поступать в бюджет. А кроме развития экономики, у Бабруйску будут протягивать реализацию державной молодёжной политики и информационных избеспечения. Улику прайоритетных застаются реконструкция детячей больницы и быдауництва школы у микрорайоне Заходни. Алена Кутузова, Иван Боровы. Новины региона с Бабруйском. Кап ремонт, якому не рады. Жихары 27-го дома по улице Бакунина у Могилёве кажут, что шкадует про старый дах, балконы и адмостку. Стержают, что после проведенного ремонту им доводится ходить по инстанциям, каб ликвидовать недохопы. Самое проблемное в этом доме, как же Наталья Полякова, была вось гэта труба отепляльной системы на паддашку дома. Узгадываюць летоць 10-го кастрышника трубу прорвала. Увесь стояк першага подъезда залила гарачей водой. Худка наступный отепляльный сезон. И Жанчин ухвалюю, что труба вось у такім выгляде. Свержая, что замянили только невеликий участок у месяцы парыва. Зато и капитально адрамонтовали дах. Правда, по словах жильцов, новый ён стал текчы. Гэта бачна и по вентиляционных стояках. После их капитального ремонта все доски покрылись чёрной плесенью. Сейчас они за лето высохли. Сейчас начинаются опять дожди, это будет опять плесень. Сколько ещё эти доски простоят? Может быть, они ещё 80 лет бы простояли, если бы не заменили крышу. Здесь никогда не было ни сырости, ни плесень. Здесь всегда было сухо. И ничего здесь не текло. Жихары демонструють мокрые места не только на подашку, а и у подъезда. Вы себя не оправдываете. Вы виноваты. Вы плохо сделали ремонт. Крыша очень плохая. Всё течёт. УКП вас не топило. Затопила подрядная организация. Почему вы УКП вообще обвиняете? По словах представников отдела управления коммунальных предприемств, протеканник по заяве повинен ликвидовать подрядчик. Для этого жильцам треба свертаться уже. Критичного положения дел, что мы затапливаем все квартиры, здесь не происходит. Это гарантийный случай, и это устраняется в эксплуатирующей организации в порядке гарантийных обязательств. Подчаска промонта в этом доме заменили дах, одромонтовали фасад и отмостку. После этого не прошёл ещё год. Не текло, ничего. Всё было нормально. До капремонта. Какой это капремонт? Я не знаю, что это за капремонт. Просьба была у жильцов нашего дома. Утеплить дом, поменять трубы, сделать ступеньки. Сделали всё наоборот. Вот они сделали слив прямо под дом. Посмотрите, абсолютно ничего не изменилось. Вот она стена. Вся мокрая, внутри уже плесень, всё. Это капремонт называется. Жигары стверждают, головное, чего я не чекаю адрамонту, это замены трубы системы отяплення. Але я не заменили. Теперь я не кажу, что с настороженностью чекают в початку отяпляльного сезона. Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, новины региона. У два с половиной разы на Могилёвшине повеличилась колькость эндоскопичных обследований у толстого кишечника. Как поведомили в Управлении ховы здоровья Аблвыконкам, в регионе мают намерно близиться до европейских стандартов скрынингу на онкологичное захворывание и бога. Это дозволяя снизить колькость запущенных форм хвороба, а значит повысить поспеховость лечения. Онкологичное захворывание кишечника лидирует по смиротности сирот инших, бо, по словах медиков, заподозрить эту хворобу можно частей за все на опошней стадии. Тотальные обследования скрынинги на онкологию во взросле за 50 годов допомогают поменьшить рызоку запустить хворобу. Так, у Беларуси за опошние 10 годов смиротность от рака снизилась на 12%. Вот им лику и за кошт своей часовой диагностики. Правда, как означают специалисты, еще есть недогоп специфичных обсталеваний и медкадров, которые могут прорсовать по скрынинговых программах. Три человеки потерпели у вынику дорожно-транспортного раздарения в Могилевском районе, как, поведем, или у Дяж автоинспекции. Жаншина-водитель Опеля не справилась с кированием. Машина выехала на полосу сустречного руху и урезалась у школьный автобус. К счастью, автобус не перевернулся и больших трагедий не произошло, но все-таки на место происшествия быстро прибыли скорая помощь и госавтоинспекция, дети были осмотрены, но все-таки один ребенок был госпитализирован, 14-летняя девочка сейчас в больнице. Яшшетра умы отрымали кировцы легковушки и 51-годовые жаншины, яка находилась у автобусе, их так само шпитализовали. Выстава «Могилевская фанфара» представила разностайность стилев и жанров мостаков и скульпторов Могилевщины. Одна из лепших мостатских выстав опошнего часа. Так лечит знавцы и тому термин выставы у зале на Болдина в областном центре протягнуты до конца месяца. Выстава «Могилевская фанфара» областной отделении Союза Мостаков Беларуси просветила 750 годзю областного центра. На ее проставлены вельми розные картины мостаков. От реалистичных ретро-картин Бориса Перунинских и пяшотных кветочных пастелей у Светланы Строгиной до незвычайных импрессионистских пейзажей Игоря Беспалова и отметных параллелями с житем и светом модернистских творов Ленины Севаковой. Тут усе у нас разнобайковые мостаки кожны по-своему бачит свет и адлюстровая его в своих паранцах. Новая форма и материалы шукае мостак Юры Нестярук. Яго картина с Адам Хусейн выканана не фарбами а лепопелом. На символ тленности житца усих от королю до пешек. Яше один твор зимовый краявит нагадал нам проходку и измену сезону. Это просто относены плям, ритмам, колеру. Мне важно было это вырошить. Ну и некой сучасной мовой, потому что нас так мусить шукать новых вырошений, развязаний, узнать некий особистый подход к тому, как некие свои темы выказать. И конечно на выставе проставлены скульптуры. Но ваходе вас устракая складанный философский твор Андрея Веробьёва. Але для аматора у иншых мастацких накерунков так само знойзеце, что паглядеть. Мастаки говорят, каб разбираться у сучасным мастацтве, треба ходить на выставы, глядеть, разважать и спрачаться. Тому запрашают у сих на махилевскую фанфару отрымать свои уражени. Илона Иванова Юра Алассоу Новины Рэхиона. Червона книжную птушку знайшли дашники звёздки бушляки Шкловского района. По их словах, птушаня совы сядела под древом в лесном массиве неподалёк от дашного сектора. Дорослых птушек побачь зьёй не назиралась и зараз савянёй передали у Могилевский засад. Коли процесс реабилитации птушки будет проходить поспехово, птушаня отпустите у дикую природу, далее ваше вазе рубрика «Но власное вочее». Я ще больше цікавых новин. Глядите на нашем сайте tvrmogilio.bio Я с вами развитуюся. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире.